Ну что ж, друзья, компьютер у меня все еще живой, поэтому продолжаем играть в эпический симулятор сражений. Здесь я сделал небольшой такой сюрприз. Собственно, добавил я лучники 250 и там еще где-то там должен прийти еще золотой рыцарь. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Вся проблема в том... И... да, в общем. Лучника сразу пересмотрели. И, собственно, он ни один не выжил. Ну, трое выжило пока что. Один остался. Один лучник остался. Вот, блин. Да, дело в том, что у меня игра заглючила. То есть, эта запись, конечно же, оказалась битой. Я, значит, проигрывал американских 100 тысяч и 9 тысяч орков. В этот раз я решил добавить немного лук, но, походу, это было зря сделано, потому что топчики успели огонь открыть, как их тут же перестреляли американцы. Да, ну, собственно, я так понимаю, что лукки тоже как-то особо в этот раз ничего не сумеют сделать. Хотя в этот раз троих уже убили. Ну, скажу так, что в прошлый раз было 5 тысяч американских юнитов, так сказать. В общем, один только у них погиб. Ну и всех 10 тысяч, чтобы они перестреляли. Там где-то еще должен золотой рыцарь прийти. Не знаю, придет или не придет. Кстати, можно нам увеличить. Давайте мы увеличим. Нормальная скорость. А вот у нас слишком медленно все просто было. Вот сейчас на нормальной скорости посмотрим, где там идет золотой рыцарь. Что-то его отсюда же не видно. Ну, собственно, я вам говорю, что эта игра оставляет такое впечатление неоднозначное. Множество плюшек она лишна. И при этом есть баги у нее. Я бы даже сказал, что там были значительные баги. Хоть это и БТС, но все-таки продукт, который выпускают, так сказать, уже, раздают уже за деньги, должен быть уже подобающего вида. Ты покупаешь и уже особо не ощущаешь какие-то проблемы. Я понимаю, что эта версия, которая не наполнена каким-то контентом, ее надо дополнить. Или там пару недочетов, но здесь очень много. Вот. Собственно, да и игра такая, так сказать, одной направленности. Симулятор эпических сражений. Собственно, пока что я наблюдаю... Ну, это, конечно, эпические сражения. Не спорю. Это для меня было удивление большим, как будут американцы здесь сражаться. Но все же. Так, кстати, я не показывал, что они... Значит, я задавал с вопросом. Как же так? Они даже не перезаряжаются, то есть, в прошлом огне. Ничего подобного. На самом деле, они не сплошным огнем. Стреляют, если не делают какие-то паузы. Понятное дело, что анимации решены. И здесь не перезаряжены, что у других, что у других. Ну, там, за некоторым исключением. У некоторых анимаций. Ну, собственно, вот именно у американцев здесь вообще не будет анимации. И они, видишь, видите, делают станок. Сколько там осталось орков? Осталось меньше двух тысяч орков. Также выстраивается такая стена. Она мне напоминает стену из Игры Престолов. в предпоследней серии прошлого сезона. Там, седьмой, сезон или шестой. Не помню, как я по счету сезон. Ну, в общем-то, когда Джон Сноу встретил войска одного негодяя. Я не помню, как его там зовут. В общем-то... Блин, куда я нашел? Вот, в общем-то, там тоже такая была гора трупов. И сражение было тогда эпичное. И благо, что все-таки все разрешилось в пользу, так сказать, хороших парней. Ну, относительно, конечно. Но все-таки. Так, значит, у нас остается меньше уже трюксот орков. Кстати, немножко потрепало американцев. В отличие от первого раза 20 20 юнитов погибло. И они как наступают-то, а? А орки-то что? Они идут? Ну, Тут не золотой рыцарь, тут Чакнорис! Поодиночке всех перебивает. justified doubts интересная но в прошлый раз я я не стал то что не записалась это не ставил не лучников и чак-то нарисы что-то интересного как нори сможет противостоять этой армии для губами не знаю но из не бессмертный о от похоже на орков варкрафт хотя я не играл в варкрафт но видел трейлер варкрафта там вроде как ну если я неправильно говорю что это он по моему очень похож на тех самых существ о кровь льется как из ведра а может у него и не получится ничего давайте немножко увеличим скорость самое интересное это он как-то бежит не особо быстро все три тысячи девятьсот восемьдесят американских стрелков против чака норриса чака норриса здесь никто не победит по ходу интересно что сделать если чак норрис против чак норрис да это кстати один из поводов не загружать игру не обменивать игру не возвращать для разработчиков вот это один из способов заинтриговать у нас прям как салют какой-то праздник у нас здесь он еще темнеет причем ну чаку пофиг он все еще живой правда очень медленно всех устраняет но все потихонечку потихонечку но редеет ряды пекотинцев не так быстро как например с орками потому что мне это так и кажется вот как это выглядит сверху фпс уже немножко получше стал ну по крайней мере играбельным ребята вы пишите комментарии стуки продолжать мне записывать выпуски по этой игре все-таки тут много различных лимитов и я думаю что не все добавить я надеюсь что показал всех показал что они как солдат черта норрисы спартанцев и лучников а ну и орков орков и лучников ну лучники не особо что-то сегодня сделали да появились и исчезли смотрите они в форме сердечка выстроились ладно я шучу так а так у нас прям какой-то у нас бенгальский огонь смотрите ребята серьезно бенгальский огонь отсюда конечно и пичи и смотреть как как мере все все страниц а вы думаете ну что вы хотите и и и все строй Одно непонятно, зачем они стреляют туда? Зачем вы туда стреляете? Стреляйте по чаку. Как-то странно. Вот я сейчас за солдатом загрузился, но почему-то он не стреляет. Нажимаю, почему-то не стреляет. Не знаю, может я что-то не так делаю. Вот, я все-таки не спрашиваю. Опа, я на что нажал? Оказывается, тут есть команды, извиняюсь. Оказывается, здесь есть кое-какие команды. Я на что-то нажал. И всех, и всех перебило. Даже чака. А нет, чак остался. Так я не знаю, где он тут сохранился. Чак, ты где? А вот он. Ладно, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Заваривайте печеньки и наливайте чаечек. Всем желаю сладкой пастилы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!